друзья всем привет опять серверы бездельники мои дорогие любимые патриотичные девианты продолжаю комментировать свежачки и свежачок номер один по состоянию вот на сейчас это проблема топлива как на ней наживаются потому что я вот сам стоял только что в очереди покупал солярку понятные причины почему это происходит помимо того что россияне наносят удары нашей инфраструктуры разрушили нефтебазы ударили по кременчузского нефтеперерабатывающего заводу вот но есть и субъективные факторы почему в стране дефицит потому что государство очень медленно перестраивается а чиновники откровенно забывают болт на проблему я писал уже у себя в фейсбуке о том что на границе стоят огромные очереди фуры бензовозы стоят перед границей очереди в 20-30 километров и очень медленно пропускают эти цистерны возникает вопрос почему почему это почему вы это делаете медленно почему нельзя государство определить это как приоритет ключевой поскольку от топлива зависит жизнь прямом смысле этого слова это армия это потребность перевозить грузы какие-то топлива это жизнь нефть это жизнь эти продукты это сегодня сегодня жизнь вот и тут нам говорят что вот какие-то там проблемы поляки не пускают вот как там узнавали значит очень влиятельного человека который у нас отвечает за экономическую политику дескать почему такие очереди поляки не пускают пиздят жилут у других других слов нет посадите чиновников 24 на 7 обозначьте ответственного за каждую таможню если у вас нет таких людей то что мы дадим вам волонтеров вот которыми которым соберем даже деньги там на зарплату чтобы они с утра до вечера сидели и проверяли какая падла не пускает этих куры чтобы они вот так вот вжиг-вжиг-вжиг проходили с сумасшедшей скоростью вот но государство вот у нас как я уже говорил не один раз экономический блок это полный провал вот если армия работает если мы видим что псу работают как могут героические перестраиваются там да и без своих проблем тоже есть о чем говорить но псу героически обороняются то такого же героизма в тылу мы не наблюдаем ну я имею ввиду со стороны чиновников и управленцев вот сегодня экономическая правда пишет что структуры коломойского близки коломойского получили жиженый газ после нее в два раза меньше рыночных ну и получается там добавили где-то 300 миллионов гривен за счет государства потому что у карнафта это государственное предприятие вот но в котором игорь валерьевич имеет свои 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 корни как бы да то есть он имеет влияние на политику этого значит господинополиста по сути так вот в этих условиях ну остается так сказать вы чё там охуели ну до другого слова просто нет вот сейчас проезжаю новоград валыцкий мимо проезжаю вот смотрите огромную очередь вместе но это еще даже не огромная потому что в киеве было больше вот и и ну для президента один простой мэшетт Владимир Александрович Зеленский помните простую вещь сегодня такая ситуация что государство может легко провести любую деолигархизацию выкинуть этих скотов из всех бизнесов они нахер не нужны эти конченые монополисты олигархи которые ничего не умеют кроме того как сидеть пилить делить и в условиях войны это дальше продолжает плясцево развиваться вот чем простовался коломойский сегодня что либо структуры получают там какие-то преференции что там закрылся в днепре и сидит не высовывается его никто не видит и не слышит или что зачем вообще они нужны эти паразиты ну реально зачем они нужны государство сегодня может национализировать их активы тем более что они самим не нужны все в долгах как в шелках вот эффективно управлять не могут ничего не могут вот только как бы любой ценой присосаться так и давайте убирать эти все лишние прокладки и все будут только вот так вот рукоплескать будут искренне рукоплескать и будут появляться дополнительные бонусы власти потому что люди которые сегодня сражаются за Украину и которые гибнут сотнями 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 гибнут там каждый день ну не каждый день но в течение недели я думаю что сотни людей в Украине гибнут там да вот десятки тысяч жертв уже у нас с гражданскими там особенно в Борьополе мы знаем эту всю ситуацию вот геноцид в пуче вообще по Киевщине вот эти все вещи которые произошли во время войны они не оставляют никакого места олигархов в нашей системе потому что из-за того что они пили соки год за годом десятилетия за десятилетия Украина оказалась не готова им к войне в четырнадцатом году ни сегодня вот и по холоду мучительно это все сейчас откаживают так зачем повторять ошибки прошлого давайте выкинем их нахер вместе с их гетьманцами херетьманцами там и прочими уродами которые просто всем нам мешают жить и дают возможность делать правильные быстрые решения сегодня правительство должно стрелять как и никаких коломойских с никакими преференциями в этом раскладе просто если власти начнут это делать то люди просто начнут их стрелять ну ветераны там и те кто сейчас воюют они говорят уже открытым текстом вот я сам был свидетелем как в местную власть приходят люди которым там не выделяют обещали там что-то выделить а не выделили там да в землю вот ветераны приходят и говорят суки давайте нам то что положено по закону действуйте так как положено по закону мы больше терпеть не хотим это сегодня требование момента вот и поэтому я думаю что чем больше облядства мы этого будем узнавать чем больше будет оказываться что пока кто-то истекая кровью защищает страну параллельно такие вещи но тем меньше шансов будет что после того как все закончится мы раскатываем эту ситуацию по мирному потому что допускать такую политику больше никто не будет это все это все пока а 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